В снижении всего года полиция осуществляла свою деятельность в условиях сложной геополитической обстановки и режима базовой готовности региона. По итогам 2022 года зарегистрировано более 45 тысяч преступлений, что на 3,1 меньше, чем в 2021 году. Из них чуть более 12 тысяч категорий тяжких, особо тяжких преступлений, что это тоже меньше, практически на 10%. Необходимо отметить, что снижение числа на 0,4 поступивших в полицию края заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, тогда когда по России и в целом по Сибирскому федеральному округу наблюдается рост таких заявлений. Уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения составил 159,9 противоправных деяний. Это ниже, чем по Сибирскому федеральному округу, но немного выше, чем в среднем по России. При этом он остается высоким по регистрации заведомо ложных сообщений об актах терроризма. За прошлый год ложным минированием подверглось более 17 тысяч объектов. В результате скоординированных действий правоохранительных органов, при непосредственном участии антитеррористической комиссии, меминизированы срывы учебных процессов и обеспечены надлежащее функционирование организации, подвержившись ложным террористическим атакам. В результате комплекса мер в отношении активных участников несогласованных акций и введения административной и уголовной ответственности в Российской Федерации мы отмечаем снижение публичной и протестной активности на территории региона. Во взаимодействии с Управлением Федеральной службы безопасности, прокуратурой, Следственным комитетом продолжаем активную наступательную работу по предупреждению экстремистских и террористических проявлений. Сегодня контент анонимных мессенджеров в сети интернет свидетельствует об активности проводимой в нем работы по выявлению среди молодежи, в особенности наиболее подверженных психологическому влиянию и желанию быстрого заработка для их вовлечения в деструктивную деятельность и совершения противоправных резонансных преступлений. Несмотря на появление новых вызовов, в том числе связанных с привлечением подростков различные группы, неформальной направленности количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось практически на 18%. Тем не менее, необходимо признать, что бесконтрольное цифровое развитие создает непосредственную угрозу для подрастающего поколения, которое сначала вовлекает закрытые сообщества геймеров, объединенных по принципу интереса онлайн-игр, а впоследствии, используя программные средства, побуждают противоправным действием агрессивного толка в целях дестабилизации оперативной обстановки. Проведенный анализ показывает, что практически все подростки, а сегодня у нас стоит на учетах в органах внутренних дел, 2035 несовершеннолетних, это подростки, которые не вовлечены в досуговую занятость, не являются спортсменами или активными участниками общественной жизни. Совершенно очевидно, что сегодня с учетом проводимой специальной военной операции необходимо особое внимание уделить воспитанию молодежи и пропаганде социально значимых ценностей. В этой связи предлагаю разработать в крае комплексную программу патриотического воспитания, в том числе направленную на развитие толерантности, профилактику насилия, пропаганду негативного отношения к радигальной идеологии, повышение уровня гражданской активности, организацию героико-патриотических, культурно-исторических мероприятий, развитие волонтерских движений. Сегодня необходимы новые подходы и новые форматы. В условиях современных реалий обучение школьников основам безопасности жизнедеятельности является важным и принципиальным. Однако не во всех школах сегодня Красноярского края обучение по данной дисциплине реализовано в полном объеме. Предлагаем ввести дальнюю дисциплину на постоянной основе, начиная с младших классов, аналогичную работу объектов социальной инфраструктуры с массовым притяжением граждан, а также предусмотреть парковочные места при строительстве и реконструкции таких объектов. Аналогичную работу необходимо проводить и во всех городах Красноярского края. Обозначу еще один актуальный вопрос, связанный с использованием средств индивидуальной мобильности граждан. Начиная с 1 марта текущего года в правила дорожного движения внесены соответствующие изменения, согласно которых лица старше 14 лет, использующие данные средства, должны передвигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкой, полосе для велосипедистов, только при их отсутствии по тротуару. С учетом стремительного развития данного вида транспорта, правил его передвижения необходимо создание и развитие соответствующей инфраструктуры, обеспечивающей безопасность как лиц, использующих данные средства, так и пешеходов. Только за прошлый год с участием электромобильного транспорта зарегистрировано 28 ДТП, из которых один человек погиб, 7 пострадало. Уже сейчас в городах Красноярске, Вачинске, Железногорске, Каннске, Минусинске, Зеленогорске необходимо начать работу по остановке соответствующей дорожно-знаковой информации, регулирующей движение таких средств, строительство велосипедных дорожек, разграничение пешеходных потоков и лиц, использующих самокаты и велосипеды. Уважаемые депутаты, последовательно выполнение поручения президента Российской Федерации, министра внутренних дел, с лета прошлого года Красноярская полиция в рамках проведения специальной военной операции осуществляет свою работу в Херсонской области. Несмотря на сложную ситуацию, наши сотрудники на самом высоком уровне обеспечили безопасность населения при проведении референдума 17 сентября, начала учебного года, а также эвакуации населения города Херсон и других мероприятий, в том числе в рамках оказания помощи вновь сформированному Главным управлением ВД России по Херсонской области. В ходе проведения мероприятий изъято значительное количество автоматического оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств. Задержано более 50 активных участников разведывательно-диверсионных групп ВСУ и их пособники. За прошлый год, за проявлено мужество и героизм, в рамках проведения специальной военной операции 13 сотрудников Главного управления удостоены государственных наград. Правами министра внутренних дел поощрены 300 сотрудников Красноярской полиции. Как вы знаете, к сожалению, есть и боевые потери. Погибло трое наших сотрудников, более 30 получили ранения различной степени тяжести. Полагаю, необходимо поблагодарить губернатора, правительства края, депутатов законодательного собрания за оказание содействия семьям погибших и раненых сотрудников по оказанию мер социальной поддержки. Вместе с тем, мы изучили опыт других регионов Российской Федерации. И нам представляется возможным рассмотреть вопрос о возможности ежемесячных выплат определенной категории сотрудников территориальных органов внутренних дел на районном уровне, осуществляющей функции, связанных с обеспечением правопорядка, общественной безопасности, особенно проходящих службу в городах и районах, расположенных в арктической зоне края. В первую очередь это касается сотрудников патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковых и полномоченных полиции. Установление обозначенных доплат в значительной степени обеспечит бесперебойное функционирование государственной системы профилактики правонарушений, повысит мотивацию внесения службы сотрудниками органов внутренних дел. В текущем году положительно решен вопрос о финансировании средств краевого бюджета на поощрительные выплаты победителям краевых конкурсов профессионального мастерства, на звание лучшим по профессии. Вместе с тем сумма 320 тысяч, определенная правительством края для награждения победителям, явно недостаточно. Уважаемые депутаты, мы и впредь продолжим активное взаимодействие с депутатским корпусом, комитетами и комиссиями. Только за прошлый год при вашей поддержке было принято 44 нормативно-правовых актов, касающиеся сферы правоохраны, в том числе 10 законов Красноярского края. На сегодняшний день на стадии подготовки и внесения в законодательное собрание находятся еще два законопроекта. Глубоко убежден, что решение обозначенных в моем докладе проблем окажет позитивное влияние на оздоровление оперативной обстановки региона. Со своей стороны глав готов представлять любые дополнительные информационные материалы по каждому сформированному вами вопросу. Что касается этих же вопросов, значительную часть я попытался ответить в своем докладе. Что касается узкой специализации, уважаемые коллеги, предлагаю по индивидуальной схеме, либо личного общения в любом формате ответить на ваши вопросы. Готов встретиться с любым депутатом для их обсуждения. Благодарю за внимание.